И так, всем привет дорогие друзья, с вами снова Эдисон, мы продолжаем играть в Майнкрафт с модом Пиксельмон, и ребята, опять я немного тут понастраивал, ну, чтобы было что-то в городе, да, но построил я такой небольшой домик, какой-то такой необычной конструкции, получилось как бы... Не, ну в принципе, дом мне действительно очень нравится, давайте как раз в него зайдем, посмотрим, что там да и как, в принципе, внешне так он прикольно получился, недолго я его строил, недолго я его проектировал, но в принципе он действительно прикольно получился, как бы заходим в дом и сразу три комнаты, вот коридор и три комнаты, тут у нас прихожая как бы, да, тут у нас что-то такое, диванчики, да, комната отдыха, тут у нас кухня, ну чё-то дверь как-то куда-то уползла не знаю где она сейчас мы опять поставим вот так вот тут у нас сундучок и идет второй этаж такой вот подъемчик на второй этаж тут у нас выход на балкончик смотреть чё тут чё тут да и когда тут у нас кинотеатр да пазма вот смотреть и тут у нас вот спальня да мне в принципе такой в дом уютники получился как бы много окон до окон нужен можно посмотреть что там да и как на улице происходит и в принципе и уютненький и как бы и и не очень большой но как бы все поместилось и на улице как бы вот еще по углам деревья поместились и вот такие как как это можно назвать ну фиг его знает короче цветы да как бы украшения да и вот ребята в этом эпизоде я все-таки решил ребята поиграть шейдерами действительно я вот те шейдеры которые у меня сразу были я их наверное использовать не буду так как они действительно он не очень такие как бы не прикольные да но они не замечают свет от вот от ламп от факелов как бы они света не видят я не знаю почему но я перекачал другие шейдеры где-то штук 5 у меня есть один два три четыре штуки вроде шейдеров ну как бы да тут их куча но я только 4 нашел к и нет или 5 которые из них более-менее так можно использовать да и вот сейчас ребята я наверно все-таки устрою голосование как бы сейчас я буду выбирать шейдеры ребята только я буду выбирать шейдеры можно сказать с вашей помощью это можно будет сказать и опрос и голосование и как бы выбор по пунктам как бы и так можно назвать в нифига себе сколько тут всего еще один мастер-бол вывели офигеть вот и этот покемон как раз эволюционирует эта серия не знаю будет ли долго или нет так как нужно будет рассмотреть подробно все шейдеры сейчас давайте пускает это эволюционирует уже вот отлично и ребята я сейчас конкретно опишу что да и как я хочу делать сейчас идем к нашему дому конечно будет будем выбирать ребята с вашей помощью если вам будет нравиться какие-то шейдеры то напишите ну я потом еще объясню что да как так давайте сначала вот это все поставим вот сюда так и вот сюда ребята у нас есть пять шейдеров и я буду выбирать шейдеры я буду оценивать шейдеры по пятью пунктам первый пункт это у нас будет освещение второй пункт это у нас будет а текстура воды еще один пункт у нас будет это пизож днем еще один пункт пизож ночью и последний пункт это у нас будет тени да вот такие у нас будут пункты они дерутся вот такие у нас ребята будут пункты выбора шейдеров как бы будем выбирать по таким пунктам да ребята действительно я просто решил надумал сделать так как можно и шейдерами поиграть но как бы иногда одному человеку может нравиться другие шейдеры иногда и другому еще другие мне тоже другие каждому другие шейды но сейчас я устрою вот такое голосование я уже сказал по каким пунктам я буду выбирать шейдеры 5 шейдеров и ребята наверно поехали после того как например 5 пунктов до будем оценивать от нуля до по 10 балльной шкале например если там какой-то шейдер наберет больше всего баллов то тот и победил но вы также можете оставлять комментариях за какой вы шейдер и каждый голос человека который напишут- в комментариях за какой он шейдер будет прибавлять одному типу шейдеров как бы один балл и например и потом какой больше и всего шейдер наберет голосов и как бы больше всего очков тот шейдер победил и с ним шейдером я думаю мы будем играть или не будем играть но все таки я думаю что будем до так что ребята будет учитываться моя оценка шейдеров и потом каждый голос человека, который будет голосовать за шейдер, будет учитываться его голос. Так что, ребята, поехали. Итак, ребята. Первый шейдер. Не знаю, как он называется, просто он у нас будет первый шейдер. Давайте оценим. Сначала, давайте пойдем на самое начало дня, чтобы было видно, что да как. Первое, это у нас освещение. Сейчас давайте поставим все на максимум, чтобы было более так менее видно. Освещение не очень такое светлое, как мне кажется, но не очень такое темное. Но все-таки, мне кажется, больше смахивает на немного темноватое. И как бы, если вот так играть, да, то хоть и день, но немножко кажется как-то смугло и что-то такое. Поэтому этот шейдер у нас получает за освещение. Пускай будет 5 баллов, да. Второе у нас идет текстура воды. Текстура воды тут, мне кажется, реально офигенная. Как вы можете заметить, тут даже идет вот такие волны, да, как бы вот вода что-то переливается, что-то такое. У нас идет идет отражение. Это отлично. Вода действительно прекрасная. Ничего лишнего. Поэтому эта вода получает пускай будет 9 баллов. Да. Дальше у нас идет пейзаж днем. Ну, пейзаж днем действительно отличный. Если вот так бегать, да, и ловить так покемонов, то мне кажется, действительно, будет все отлично. Ничего не мешает, как бы, вот если вот так просто-просто бегать, так ловить покемонов, да, то все, мне кажется, отлично. И, может, немножко действительно смугловато, поэтому получает за пейзаж днем восьмерочку. Пейзаж ночью. Ребята, сейчас мы посмотрим, какой у нас будет пейзаж ночью и как будет смотреться наш город днем и как будет смотреться наш город ночью. Да. Город днем, так, более-менее, да, но немножко смугловато, я еще раз повторюсь. И город ночью. Город ночью. Все ночью, как-то очень темно, хотя и вот вот это даже как-то не влияет, да. Все как-то действительно очень темновато и это не очень. Все темно как-то и ночью не очень будет играть, поэтому этот шейдер получает за пейзаж ночью три балла. Да. Дальше у нас идет ребята тени. Тени в принципе отличные, нету слишком каких-то темных теней, которые падают на здание и ничего не видно, поэтому тени получают девять баллов. Да. И ребята переходим к другому шейдеру. Другой шейдер ребята сразу заметно освещение очень уж яркое. Даже если честно, вот так если смотреть, то уж очень режет глаза. Даже если вот это все убрать, очень режет глаза, поэтому освещение получает двоечку. Дальше у нас идет текстура воды, в принципе текстура воды точно такая же, может немножко еще холомутнее или что-то такое, но в принципе тоже получает семерочку. Пейзаж днем точно такой же мне кажется, ничего толком не изменилось, только вот что очень ярко и очень режет глаза, поэтому пейзаж днем получает шесть баллов. Пейзаж ночью в принципе точно такой только очень темно так как и было получает еще наверное темнее получает тоже двоечку и тени и тени такие же в принципе как и были да поэтому тени не знаю так как очень ярко пускай будет где-то семерочка да так ребята третий шейдер вот этот шейдер мне действительно более менее так нравится он очень такой прикольный идет у нас освещение освещение если так смотреть тоже не кажется мне очень ярким ну в принципе и не очень темным но мне кажется более так склоняется в темную сторону ну да на сторону зла можно и так сказать более так темновато мне кажется если судить выше пятерочки это у нас идет светло а ниже пятерочки это у нас идет темно то это получается где-то может как раз на пятерочке хотя хотя шейдер действительно такие прикольные но где-то получается пускай будет 5 баллов да за освещение за текстуру воды не очень такая текстура воды мне кажется даже хуже обычной если она синяя то это уже очень какая-то синяя непонятная эта текстура воды получает 4 балла пейзаж днем реально офигенный если вот так смотреть то мне в принципе все нравится получает 8 баллов да так как есть вот некоторые недочеты но получает 8 баллов пейзаж ночью сейчас мы посмотрим пейзаж ночью но это уже уж слишком как-то темно вот это освещение ламп что как бы более-менее такое нормальное но как бы оно толком нифига не освещает вот есть освещение но если вот так играть то ночью толком и нифига не видно нужно немного присматриваться поэтому освещение ночью пейзаж ночью получает 3 балла да это лично мое мнение ребят я еще раз говорю и оценка каждого будет оцениваться тоже будет добавляться баллы тени в принципе меня все устраивают тени отличные нету слишком каких-то больших теней что ничего не видно и ну в принципе отличное переливание тени получаю 9 баллов да это у нас ребята четвертый шейдер в принципе если так смотреть то ничем он не отличается от предыдущего есть немножко небольшие отличия но ничем он не отличается оценки точно такие же как предыдущего но вот текстура воды тут просто самая нереальная которую я только видел текстура воды ребята тут получает 10 баллов текстура воды просто нереальная если вот так встать и смотреть то и прозрачная и волны такие небольшие и и отражение солнца и всего есть и просто нереальное так и хочется булькнуться и просто напросто просто купаться ребята даже вот так кстати просто так любоваться этой водой вода тут просто нереальная ребята ну еще конечно можно посмотреть пейзаж ночью. Я не знаю, изменилось ли тут что-то. Нет, пейзаж ночью точно такой же, поэтому оценки, ребята, точно такие же, что изменено, это только текстура воды, которая получает 10 баллов, ребята. Да. Сейчас, я не знаю, будем ли мы оценивать вот этот шейдер, который был с самого начала, но он уж слишком какой-то никакой, мне так кажется. Ну да, если тут, конечно, понастраивать немного вот так, то более-менее так нормально, но уж слишком не яркий, а какой-то темно-яркий, я даже не знаю, как это объяснить, но уж слишком какой-то непонятный, а ночью, а ночью вообще хрень какая-то. Ночью вот. Он не замечает вот этот свет толком, он вот только, у него есть свет луны и больше ничего. Нет, в принципе так освещено нормально, если вот считать только луну, но это не хватит, и поэтому вот этот шейдер мы, ребята, оценивать не будем. И, ребята, идет у нас последний, пятый шейдер. Этот шейдер мне нереально нравится, ребята. Я думаю, что больше всего я склоняюсь к этому шейдеру. Если так считать, освещение, тут просто-напросто, ребята, идеальное освещение. И если вот так играть, то тут просто все идеально. Освещение днем у нас тянет на десяточку, ребята. Ну, может немножко светло, может немножко. Пускай будет освещение, у нас девяточка. Но если вот так играть, да, приблизительно, вот, ловить покемона, вот, забегать в лес, то, в принципе, все нереально офигенно, и мне все нравится в этом шейдере. Все. Если вот так играть, то действительно, все просто отлично. Освещение получает девяточку. Дальше у нас идет текстура воды. Текстура воды, тут, конечно же, есть отражения, есть вот волны, да, прозрачная вода, все точно. Ну, как бы стандартная вода, да, но немножко она обработанная. И в принципе, мне и так, и так она нравится. Текстура воды получает восьмерочку крепкую. Пейзаж ночью получает в городе, все просто отлично смотрится. В джунглях давайте посмотрим. В джунглях тоже очень красивые. Пейзаж днем получает тоже восьмерочку. Пейзаж ночью. Вот что самое главное, ребята, это пейзаж ночью, так как ночью есть много всяких шейдеров, которые просто не тянут, чтобы быть шейдерами ночью, так как они просто, то не видят свет, то они не очень светлые, то не очень темные, то не очень светлые. Но давайте посмотрим этот ночью. Этот, мне кажется, просто нереально офигенный. Может, немножко светло, может. Хотя, в принципе, в принципе, мне кажется, отлично. Даже если вот так ночью играть, то все отлично. и мне действительно очень это нравится. В принципе, меня устраивает вот этот шейдер, ребята. вот это сейчас мы настроим вот это. Что тут? Ну, тут, в принципе, такого ничего. Не, ну, этот шейдер меня действительно очень устраивает, мне он очень нравится. Если вот так даже играть ночью, то это офигенно. Да, может, цвет не такой уж как яркий, как хотелось бы, ну, и не очень такой темный, как, например, в предыдущем шейдере. Если вот так смотреть, да, то, конечно, это самая настоящая ночь, но если выйти так в город, то есть такое небольшое освещение, и, в принципе, это действительно очень так нормально, если по сравнению с этим шейдером. Какое тут освещение? Если по сравнению с этим шейдером, немного темно. Если вот с этим, тут уж слишком как-то и режет глаза, но по сравнению с этим, мне кажется, просто идеально. И пейзаж ночью тоже получает девяточку, ребята. Так. И давайте посмотрим остальное. Это у нас тени. Тени тут можно сказать отсутствуют или что? Так как, если честно, я тут тени... Хотя нет, есть, есть, есть тени, смотри, как они плавно переходят. Плавно так переходят. Вот поэтому по городу, но вот что-то они как-то за мной следуют. Вот такой огромный круг, и вот это не очень как-то. А почему вот такие тени? Я что-то там нахимичил? А, вот так, ребята. Тени все есть, может немножко действительно вот... Нет, на троечку нет. Давайте просто будет вот так на одиночку. Тени есть, все отлично, тени получают десяточку, нет, пускай будет девяточку, да. все тут отлично. И, ребятам, мне действительно очень нравится вот этот шейдер. Если вот так даже забежать в дом, то все тут офигенно вот так смотрится. Нет ничего слишком такого темного, нету ничего слишком такого яркого, и все отлично. Вот даже листва движется, вода движется, все просто, ребята, офигенно. И давайте сейчас подведем итоги. Итоги, ребята. Первый шейдер у нас получает 34 балла. Да. Ну, в принципе, отличный шейдер, тоже очень прикольный. Тоже, в принципе, все нравится, но первый шейдер 34 балла. Второй шейдер, ребята, у нас получает 24 балла. Немножко, да, маловато, но 24, так, 24. Это у нас первый 34. Это у нас второй. 24. Это у нас идет третий, ребята. Вот, этот шейдер у нас получает 29 баллов, третий шейдер 29 баллов. Четвертый шейдер, ребята, у нас получает 35 баллов. Офигенная текстура воды, ребята, и этот шейдер 35 баллов. Да, может, действительно, немножко темновато, ну, в принципе, 35 баллов за текстуру воды, да. И последний шейдер, пятый шейдер, у нас получает 43 балла. Да, этот шейдер, мне кажется, более всего подходит, не очень темно, не чересчур светло, так как, например, второй шейдер, это у нас очень светло, или какой, да, второй шейдер просто нереально режет глаза. Ну, вот этот пятый шейдер, как раз оптимальный вариант, мне кажется, все тут просто-напросто отлично подходит, я склоняюсь больше всего к этому шейдеру, покемоны тоже офигенно так выглядят, тень, свет, освещение, все отлично. Я действительно больше склоняюсь к этому шейдеру, вот, офигенно смотрится. Все, ребята, пятый шейдер у нас получает самую большую оценку, еще раз скажу, это у нас получает 43 балла, и, ребята, оставляйте свои комментарии под видео, какой шейдер вам больше всего нравится. Я еще расскажу, каждый голос за какой-то определенный шейдер будет у нас получать плюс один балл как бы какому-то шейдеру, да, если вам, например, нравится первый шейдер, то, если у него сейчас оценка там, сейчас посмотрю, 34 балла, да, то, если вам нравится первый шейдер, то будет на один балл больше. И так потом, через какое-то время, я потом скажу, шейдер, который больше всего будет иметь баллов, как бы оценку, да, победит, я думаю, мы будем играть с этим шейдером. Нет, в принципе, этот шейдер действительно офигенный, офигенно так играть, и все тут, в принципе, в нем отлично, мне так кажется. Поэтому, ребята, голосуем, будет у нас опрос, не знаю, может пару дней, и потом мы выберем, с каким шейдером мы будем играть. Да, ребята. В принципе, давайте на этом закончим, не забываем голосовать в комментарии, оставлять свои комментарии по поводу шейдеров, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, всем все за просмотр, всем удачи, и всем пока.